Видел эти горящие глаза и людей, уверенных в реализации проекта. Я говорю сейчас, ну, типа самое время, потому что лучше условий нет. Ну, как бы риски были, когда не было вообще ничего, а сейчас риски минимальны из-за того, что ПКТБ уже почти достроено. Когда я жил в казарме под одеялом ночью с телефона, пытался запускать рекламу, пытался как-то изучить информацию о проекте. И есть люди, которые говорят, что да вот, это нереально. Пока вы думаете, кто-то реализует свои идеи и не думает ни о чем, а просто делает. То есть можно зайти в проект, не вкладывая там никаких денег. Нам не надо для начала работы ничего покупать, никакой продукт, никакие там пакеты, я не знаю. Просто человек может сегодня начать разбираться в проекте, изучать какую-то информацию и сегодня уже как партнер зарабатывать, а дальше как инвестор инвестировать в проект. Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях топ-партнер компании Solar Group, а также ведущий вебинаров Виталий Баранников. Виталий, привет. Знаю тебя уже давно, ты один из старичков нашего проекта. Благодарю тебя, что согласился на интервью, на наш новый формат в компании. Очень интересно с тобой пообщаться, услышать твое видение о проекте, с чего ты начинал и каких результатов добился. Расскажи немного о себе, где ты живешь, занимаешься, как узнал о проекте. Приветствую, приветствую, Александр. Спасибо, что пригласил на это интервью замечательное. Да, я всегда готов с радостью поделиться всей информацией касательно проекта, возможно, помочь нашим новым партнерам, инвесторам, возможно, новым людям, которые давно следят за проектом, но еще как-то присматриваются уже долгое время. Да, хотелось бы немного пару слов о себе. За проектом я слежу с самого его начала, это с 2017 года. Начинал я инвестировать еще переводом на карту, когда не было ни личного кабинета, ни официального сайта. То есть это было так, что вот есть разработка уникальная, вот есть возможность проинвестировать. Я, который человек, который, ну, человек, который на все новое, не то что соглашается, а ну, почему бы и нет, да? Почему бы не попробовать? Я тот человек, который что-то вижу, вижу цель, не вижу препятствий. Вот так вот, ну, типа, я согласился и сразу, ну, начинал не с прям большого пакета инвестировать, а вот начинал потихонечку. Мы сначала первый пакет был там на 500 долларов, потом на 2000 долларов, на 5, вот, и потихонечку вот так вот занимался партнерской деятельностью и увеличивал инвестиционный пакет. Потому что, ну, вижу потенциал приобретения акций компании и хочу вырасти как инвестор, ну, и расту, соответственно, как партнер. Вот, а сам вообще мой основной вид деятельности, я человек государев, работаю на госслужбе, моя основная работа. Но это мне никак не мешает немного совмещать инвестиции и обыкновенную работу. Отлично. А что вообще стало для тебя решающим таким поводом, да, доводом для того, чтобы принять решение стать инвестором проекта? Самое решающее, что было для меня, это первая встреча, которая произошла еще, армозавод, кажется, в том месте. Не помню точно, как называлось, но первая встреча, когда я увидел команду Solar Group, когда я увидел Дмитрия Александровича, когда я увидел разработку, то есть на тот момент это было только мотор-колесо, больше никаких других экземпляров готовых не было представлено, только было мотор-колесо. И еще партнеры, инвесторы катались потом после конференции на этом байке. И, конечно, когда продемонстрировали, что это такой твердый продукт, можно сказать, когда убедился лично, встретился с командой, тогда разговаривали только о планах, о целях, еще вообще ничего не было в проекте. Но уже тогда я поверил людям, можно сказать, потому что видел эти горящие глаза и людей, уверенных в реализации проекта. Вот, поэтому это все близко мне оказалось, я решил присоединиться. Ну да, мы же начинали не прямо с самого такого нуля, да, с идеи, сама разработка существует уже достаточно давно. Дмитрий Дувинов ее с 1995 года разрабатывает своей командой, да, и уже был какой-то такой готовый продукт, нашумевшее, как я сказал, мотор-колесо, которое можно было испытать уже в полевых условиях, да, покататься, потом потрогать своими руками, увидеть, как работает технология. Отлично. Я думаю, для многих это, кстати, тоже сыграло роль, что есть уже готовый продукт, который демонстрируется, ну, сама технология в готовом продукте. Вот. А скажите, какие были ожидания, да, в начале, и насколько проект их оправдал до сегодняшнего дня? Я еще вот пока мысль не потерял на предыдущий вопрос, еще что меня зацепило, вот сейчас я только вот об этом подумал, то, что вообще изначально цель проекта, она сама по себе очень глобальная, что она изменит, ну, как сказать, после реализации проект изменит жизни не только какого-то там одного человека или региона, а вообще он может повлиять на структуру, вообще на глобальный мир в целом, на экологию. То есть, ну, производство электродвигателей по технологии «Славянка» – это само по себе менее затратно, то есть используется меньше материалов или меньше медиа, электротехнической стали используется, и можно контролировать вот этот вот выброс вредных веществ в атмосферу, ну, то есть меньше происходит всего этого. Вот это меня тоже тогда зацепило, на самом деле, то, что такая есть у проекта глобальная идея. То, что я ожидал в начале, в целом, по временной шкале, если разложить проект, то некоторые этапы очень быстро завершались. Вот я ожидал то, что, допустим, произойдет вот там первый пуск оборудования, вот эти первые тесты, которые первое оборудование закупали, я думал то, что это будет как-то дольше по времени происходить. Но потом пошли первые испытания, то есть появили новые образцы мотор-колес, это все как-то быстро, вот только появилось оборудование, и сразу оно, знаешь, как снежный ком. Появилось оборудование, потом новые испытания, новые образцы, потом партнеры в Китае, там еще Виктор Арестов продвигал, АСПП Вайхай. И вот так вот прям очень много новостей, это прям масштабно быстро очень развивалось. На сегодняшний день то, что я сам присутствовал в ПКТБ, в особой экономической зоне, и на сегодняшний день реализация, я вижу, то, что подходит к концу, ну то, что проектно-конструкторское бюро уже достраивается, то, что осталось сделать, выполнить такие работы, которые больше предназначены для комфорта людей, которые там будут работать, то есть там фильтры для воды устанавливают, вентиляцию делают, а так, можно сказать, все по ПКТБ уже построено, все основные залы, отделы, все уже, можно сказать, реализовано, ну я думаю, на 90% точно. Осталось дело за мало, как бы, ну, и вот это очень приятно радует. И я бы хотел отметить, что вот у меня есть партнеры, которые давно следят, и они, некоторые задают такие вопросы, ну вот сейчас уже поздно, наверное, как-то инвестировать или как-то, ну, проектно-конструктор, да, да, как-то вот заниматься развитием проекта, я говорю сейчас, ну, типа, самое время, потому что лучше условий нет, ну, как бы риски были, когда не было вообще ничего, а сейчас риски минимальны из-за того, что ПКТБ уже почти достроено, вот-вот будут приниматься первые заказы на разработку и внедрение технологии. Ну, поэтому, я думаю, сейчас самое время. Рисков, да, гораздо меньше построения с тем временем, когда мы начинали, когда ничего не было, как ты говоришь, были переводы на карту, да, не личного кабинета, не тем более здание, которое уже стоит в бетоне, в металле, такой железобетонный аргумент для всех инвесторов, которые приглашают в проект. Действительно, время сейчас самое лучшее, потому что рисков практически не осталось, а условия еще очень хорошие для входа. С этим я тоже, конечно, не могу не согласиться. Ты еще отметил про здание. Здание действительно уникальное. Ты вот его видел все вживую, ходил, да, и все эти станки, которые уже стоят там настраивать, все это ты видел. Но не просто, да, какое-то здание, какой-то очередной завод. Это уникальное здание, которое единственное в России, таких подобных проектов нет. И ты вот отметил по поводу комфорта, да, для людей. В том числе, это же не просто комфорт, да, там же еще и класс чистоты высокий. А для чего это делается? Производилась как раз-таки микроэлектроника, потому что в основном все на Западе производится, у нас это не делается. А вот сейчас будет такое здание готовое, которое будет производить микроэлектронику с высоким классом чистоты. Это тоже стоит отметить. Скажи тогда, пожалуйста, какой ты видишь будущее проекта через 5-10 лет? Я думаю, что если брать проект как Solar Group отдельно, то что, ну, я вижу огромный потенциал проекта Solar Group в том плане, что сейчас есть у нас очень хорошая база, база, которая инвестирует конкретно в проект. База клиентов, да. И люди после реализации проекта, а эта реализация будет 100%, потому что, ну, проект уже реализован на 90%, осталось дело за малым. То есть пройти там госкомиссию, ну, первые заказчики, первая работа, первый заказ. То есть, ну, сама по себе разработка, она очень высоко ценится на рынке, и там пару заказов, и проект, можно сказать, окупит себя уже. И вот есть база клиентов в компании Solar Group, клиентов, которые получат свои первые дивиденды от проекта двигателя до иного. И вот эти клиенты, это, можно сказать, будут самые лояльные клиенты для проекта. То есть Solar Group, как я вижу, для себя будет рассматривать другие инновационные проекты, другие инновационные бизнес-идеи, которые будут, как сказать, ввести под ключ, можно так сказать. Я даже не знаю, как правильно, каким термином это назвать. Но обеспечить Solar Group будет обеспечивать финансирование, разработку отделов для функционирования проекта, там, отдел маркетинга, IT-разработки. Также мы можем взять на проекте, действующего проекта двигателя до иного, взять тот же отдел IT-разработки, да, или службу техподдержки. Ну вот, где ни возьмись, ну, куда ни глянь, везде есть команда специалистов, которые свою работу на 100% четко выполняют. Все в срок, если есть какие-то ошибки, недочеты, люди быстро обучаются и сразу же исправляют. Ну, то есть Solar Group – это такой функциональный, организованный проект сам по себе, который, мне кажется, любой проект может, ну, очень быстро реализовать, имея такую базу и работников, и клиентов. Ну да, в дальнейшем возможно введение сразу там нескольких проектов для наших партнеров. Вся та работа, кстати, вся структура, да, уже неоднократно было озвучено, что вся работа сохранится, все эти структуры сохранятся и будут продолжать работать в следующих проектах. И это о чем говорит? О том, что бизнес, да, на долгие годы вперед. То есть ни на одном двигателе до иного мы остановимся. В дальнейшем еще проекты. Скажи, а какой бы ты совет мог дать, да, людям, которые, возможно, только рассматривают возможности инвестировать в проект, может быть, ты как опытный, прошедший, да, такой долгий путь в проекте и видя уже, каких результатов мы добились, что бы ты мог посоветовать людям? Я бы хотел посоветовать людям присмотреться, да даже не то, что присмотреться, а начинать заниматься проектом, потому что, во-первых, это время, которое человек может уделять этому проекту. То есть можно начинать, допустим, партнерскую деятельность, да, как дополнительный заработок с абсолютного нуля. То есть можно зайти в проект, не вкладывая там никаких денег. Вот я, это же у нас, по сути, как сетевая модель развития, сетевой маркетинг, да. Но чем мы отличаемся от других сетевых компаний? Нам не надо для начала работы ничего покупать, никакой продукт, никакие там пакеты, я не знаю. Просто человек может сегодня начать разбираться в проекте, изучать какую-то информацию и сегодня уже как партнер зарабатывать, а дальше как инвестор инвестировать в проект. То есть, во-первых, это без вложений, во-вторых, можно работать с любой точки, все, что необходимо, это интернет, даже не обязательно компьютер, просто доступ в интернет. В-третьих, это вид работы. То есть человек, клиент новый, он может выбрать любой удобный способ работы с проектом для него. То есть это могут быть персональные встречи, это могут быть проведения каких-нибудь мероприятий, ну, ивент-мероприятий, каких-нибудь бизнес-встреч, бизнес-завтраков. Это может быть введение какой-нибудь группы в соцсетях, введение личной странички в соцсетях, возможно, запуск своего текстового блога, либо видеоблога, возможно, создавать какие-нибудь онлайн-конференции. То есть человек сам выбирает любой способ, как ему удобно работать с проектом и просто-напросто делает это в удобное для него время. В этом и все, что есть прекрасное. Ты сам выбираешь себе график работы. Все зависит только от твоих усилий. Те люди, которые хотят, на примере меня, когда я жил в казарме под одеялом ночью с телефона, пытался запускать рекламу, пытался как-то изучить информацию о проекте. И есть люди, которые говорят, что да вот, это нереально, это там невозможно. И как бы... Я ни одного дня... Не было ни одного дня, чтобы я когда-то пожалел, что начал заниматься партнерской деятельностью в проекте. Поэтому всем людям, которые присматриваются, думают, я хочу сказать, пока вы думаете, кто-то реализует свои идеи и не думает ни о чем, а просто делает. Вот что хотелось бы сказать новым партнерам, клиентам. Пока кто-то думает, кто-то другой уже действует. Да, 100%. Виталь, благодарю тебя, что уделил время, поделился с нами своим видением. Это действительно было ценно. Очень приятно и интересно было с тобой поговорить. Знаешь, я будто на кухне с тобой посиделил, поговорили за жизнью. Да, да. В таком формате очень интересно, да, общаться, потому что созвонились и нет напряжения, будто ты перед тысячей человек. Мы с тобой просто поговорили, давно не виделись. Вот. Очень рад был пообщаться тоже. Всегда рад пообщаться на тему проекта. Вдвойне рад. Что ж, взаимно. Что ж, друзья, с нами был Виталий Бараников. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Напишите в комментариях, как вам. Нравится такой формат или нет, да, ставьте лайки, дизлайки. Партнеров у нас много, и у каждого есть своя история. Что ж, друзья, благодарю вас, кто досмотрел до конца. Обязательно ставьте лайки, да, пишите комментарии. Какие-то свои выводы, да, делитесь инсайтами, задавайте вопросы. Нам всегда это интересно почитать. Виталь, спасибо большое. Еще раз. Спасибо. Спасибо, Александр. До встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok